Необходимость создания такой интерактивной площадки на самом деле назрела давно. О такой кузнецей мы мечтали с 2002 года. Остюжна к 2017 году имела уже официально зарегистрированный бренд Остюжна город Кузнецов. На момент, когда объявили вот этот проект, народный бюджет, и предложили участвовать с разного рода идеями и с разного рода проектами, мы, безусловно, сразу же этой возможностью воспользовались и заявили свой проект. Успешно мы прошли общественные слушания, были поддержаны частными лицами, индивидуальными предпринимателями и нашли понимание и помощь в администрации города Остюжны. И, соответственно, необходимые средства были собраны. Общий бюджет начальный нашего проекта составил 436 тысяч. Районам было выделено помещение, помещение, которое мы в дальнейшем использовали по оборудованию кузницы. И наш Устюженский кузнец Сергей Владимирович Веркенко реализовал в 2017 году оборудование вот этого помещения под интерактивную кузницу. И в рамках 12-го межрегионального фестиваля кузнечного промысла «Железное поле» в августе 2018 года мы уже торжественно состоялось открытие этой площадки. На сегодня она входит в перечень объектов туристского показа. Здесь наши гости узнают экскурсанты и туристы не только об истории железоделательного промысла и мастерстве кузнечном, но еще и могут попробовать свои силы в этом деле. Могут изготовить от самого простейшего изделия совместно с нашим кузнецом-мастером на память себе гвоздь, лепесток дерева и до розы, ножа, посвечника. Устюжно исторически славилось как бы кузнечным ремеслом и всем остальным. Ну, скажем так, тут ремесла развивались очень сильно, очень много кузнец было. Когда я приехал в Устюжную, здесь исторически-то получается подоплека была очень серьезная, но в городе как таковой кузнецы не было, кто бы профессионально этим занимался художественной ковкой. Ну и уже потихонечку, помаленечку мы начали с властями вести диалог. Вот получилось, что нашли мы помещение. И к тому же вот программа эта стартовала с народным бюджетом, что можно было, ну, грубо говоря, помощь, некая помощь области там, то есть какую-то часть денег собрать здесь, какую-то часть область даст, да. Ну и мы решили в этой программе поучаствовать и как бы у нас все и получилось. Скажем так, он очень серьезный в плане сохранения ремесел, сохранения каких-то культурных традиций, потому что, ну, если государство, народ не будет помнить о своих каких-то корнях, то будущего такого народа просто не будет, да.